Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Галина Трибунах Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Архитектора наполнение плясоке военной техники. Накольким это сгодная установка на комплексе тех же танков, самолетов и великих гармат, яких у партизан не было. Есть и иншие пропановы. Интересно, чтобы были именно аутентичные для атмосферы деревянные землянки, чтобы была в этой общей концепции какая-то дорога войны, которую можно сейчас, тем более, если еще достаточно много, на лом даже сдают всякие мотоциклы, которые те же когда-то были произведены и на базе немецких мотоциклов, а у нас вот эти мотоциклы К-750, это в принципе когда-то еще их прежненькие, те же БМВ. И создание на фоне них и какой-то похожей техники, именно такой дороги войны, это была бы интерактивная площадка, фото зона определенная, которая давала бы на фоне леса атмосферу. И для меня лично, опять же, как и для белоруса, очень памятно сгоревшие деревни. Можно было бы сделать окраину деревни, где остались только печи, фундаменты. Упошниц, сейчас на Хомельшине робится шмат. Для увековечивания исторической памяти и умоцевания связи поколений. Сярод наибольшь значных – мемориалы у Лоеве, откуда началось полномасштабное вызволение Беларуси, и Алле, якую в 1944 году спалили карники. Сюда же можно додать открытую Гомель-помник братам Лизюковым. Партизанский комплекс не просто дополнить гэты спис, а стане яшчайной визитной карткой региона. Партизанское движение в Беларуси следует объявить национальным достоянием нашей республики. Следует уберечь его от всяческих попыток дискредитировать это движение. И, более того, выскажу, может быть, смелую мысль, но, тем не менее, не могу об этом не сказать. Быть может, имеет смысл на уровне Конституции закрепить бережное отношение к памяти о Великой Победе и к партизанскому движению в Беларуси, которое внесло исключительный вклад в эту победу. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля сёння начали уключать осяпление. По распоряжению городского выканавшего комитета тепло подается у дитячей сады, школы, гимназии, лицеи, установы ховы здоровья, музеи, архивы, библиотеки и гостиницы. Як поведомляет «Гомель Энерго», по необходности будуть уключать осяпление и в будинках інших сфер и жилфонд. Городские и областные улады приймуть ответные документы. По нормативах осяпляльный период начинается, коли на протягу 5 дней в среднесуточная температура поветра нижайшая за плюс 8 градусов. Сегодня министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич наведал Жлобинское вытворшее управление филиал предприемства «Гомель Аблгаз». Рабочая визита на периферию необходность веданне, як организованный технологичный процесс у филиалах, шлях до удосконаления энергетичной галлины краины. О перспективах Жлобинских газовиков в наступном сюжете. Новая технология автоматизация личбовизация Усё гэта вызначая вектор развития филиала. Яго послугами корыстаються больше, як 92 тысячи жигаров города и района. Тому оптимизовать рабочие процессы необходно усім подразделениям. Наприклад, аварийная диспетчерская служба. Сучасная система телеметрии дозволяя ее работникам ведать про газовые объекты на адлеглости практически усё. У выпадку аварии газовики ясно на базе докладно разумеют, что здарылся и какие меры необходны принять. Особливо гэта актуальна зараз, у осенний зимовый сезон. Супрацовники Галины выкарыстовують любую махчымасть нагадать громадзянам про важность захавання газовой безпеки. Выполнение работ по проверке дымовых и вентиляционных каналов это безопасность личная, семейная, окружающих. И от этого очень много зависит в жизни как человека, так и всей отрасли. Ну и обращу внимание на такой момент, если у людей возникают какие-то проблемы с эксплуатацией использующего оборудования, возникли какие-то нестандартные моменты, либо отклонения, я очень прошу обращаться исключительно в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону 104 и не принимать никаких самостоятельных превентивных мер. Техническая оснащенность филиала нагода для гордости. Навод есть прибор, який выявляет утечку газа на отлеглости у 30 метров. Узровень обороненности от коронавируса так само на высшине. Часто газовик не ведает, до кого приехал на выклик, тому профилактика обовязковая мера. Жлобинское вытворче управление развивается у отповедности с сучасными тенденциями и напрямками. На угол у газовой сферы региона саправды шмат планов. Замена оборудования газовых сетей, которые уже физически исчепали свой период эксплуатации, это закольцовка газопроводов, это повышение надежности, это дальнейшая автоматизация ГРП, ШРП. У меня сегодня доложили в филиале, что по Гомель, облгазу в целом автоматизация и установка телеметрии газораспределительных и шкафов распределительных газовых распределительных тоже будут автоматизированы в этом году. А это надежность, безопасность и качество оказания услуг конечным потребителям. Приезд министра у Жлобин запомнился и святочными моментами. Бой он супал с днем мате. Веншавание шмадзетных супрацовниц добавило мероприемству теплыни. Але перш за всю сустречу с коллективом нагодно обмерковать его працу. Виктор Каранкевич означает перспективы есть, головное не спиняться. Миколай Скентеян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель. 14-го кастричника во всем свете означается День стандартизации. У Гомелях это свято заявляется профессийным для большим 200 супрацовников Центра стандартизации, метрологии и сертификации. Их работа связана с любой сферой, где потребны вымирения от хорошей промысловости до будовництва. Стандарты усталевывают потребования до продукции по слухе процессов. Дякуючи им выпускаются якосные и конкурентно сдольные товары. Что год в Беларуси перимается коля тысячи новых державных стандартов, коля 60% з них гармонизованы с международными и европейскими потребованиями. По традиции за добросумленную працу и высокий профессионализм 35 специалистов узнагородили грамотами и подяками от Гомельских областного и городского выполненных комитетов, совета депутатов и профсоюзов. Работаю я в Гомельском ЦСМ уже почти 13 лет. Я изначально работаю в отделе систем менеджмента. Отдел занимается сертификацией систем менеджмента, такие как система менеджмента качества, система управления охраной труда, система энергетического менеджмента. У нас в коллективе есть ведущие специалисты, есть специалисты первой и второй категории. Специалисты все высококвалифицированные, все профессионалы с опытом работы на предприятиях и с опытом работы в Гомельском ЦСМ. Не забываються о организации и об ветеранах. До свята коляста человек отримали веншаване и грошовую подрымку. Кожный год сусветный день стандартизации проходят под певным девизом. Все лета он гучит, як стандарты для обороны планеты. Специалисты подкресливают стандарты и сертификаты, обеспечивают якостное жизнь человека. В этом леку допомагают снизить здение промысловости на новокольной осьародзе и повышают энергоэффективность в творчестве. Это и другие новинки, информация о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Усягов вам самого доброго и до встречи у эфира. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Гомельском районе сегодня ночью на пожаре погиб пенсионер. Очевидцы сообщили в службу спасения, что в поселке Курганы горит жилой дом. Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, здание было охвачено огнем, а кровля обрушилась. Под обломками спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяина дома. Со слов соседей мужчина проживал один и характеризовался положительно. В результате пожара уничтожена кровля и имущество внутри дома. Повреждены стены. Предполагаемая версия возникновения пожара неосторожное обращение с огнем при курении хозяина домовладения. МЧС напоминает, курение в постели приводит к трагическим последствиям. Берегите себя и своих близких. Всего за минувшие сутки зарегистрировано три пожара в жилом секторе. В Мозыре горел жилой дом и сарай. Обошлось без пострадавших. Огонь повредил стены, кровлю и имущество в зданиях. А в Речице на улице Набережной произошел пожар в квартире на втором этаже многоэтажного дома. В негорящей комнате находился 23-летний сын хозяина квартиры. Он не мог самостоятельно покинуть задымленное помещение. Работники МЧС спасли его при помощи лестницы. Огонь повредил стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Спасатели пришли на помощь женщине в Брагинском районе. Сельчанка упала в двухметровый колодец и не смогла выбраться самостоятельно. Работники при помощи спасательной веревки и пожарного троса извлекли женщину и передали работникам скорой для дальнейшей госпитализации. Милиция Новобелецкого района в Гомеле ищет мужчину. Он предположительно нанес повреждения легковому автомобилю Ниссан Альмера, который был припаркован по адресу Ильича 192 Г. Если вы узнали человека на фото, правоохранители просят сообщить по телефонам, указанным на ваших экранах. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В гости едут аутсайдеры Гомель и Жлобинский Металлург. Завтра проведут очередные матчи в экстралиге. Рыси принимает на своем льду аршанский локомотив, замыкающий сейчас таблицу чемпионата. Подопечный Сергей Астасин на втором месте. Сталевары также играют дома соперник Могилев. Жлобинчане на четвертой позиции в табеле о рангах Могилевчане на седьмой. В Гомеле состоялись областные олимпийские дни молодежи и первенства области по тяжелой атлетике. На помост спорткомплекс Гумсельмаш выходили атлеты в возрасте 17 лет и моложе. Около 140 спортсменов представляли 10 команд. В итоговом протоколе на первой строке расположились спортсмены из Лельчиц. На втором месте команда Хойник. Замкнули тройку сильнейших рогачевские тяжелоатлеты. Республиканские олимпийские дни молодежи в этой возрастной группе пойдут в Гомеле в ноябре. Год назад на этих соревнованиях победу праздновала сборная нашего региона. Более 80 спортсменок из Гомеля, Рогачева и Минска оспаривали награды открытого первенства области по художественной гимнастике. Состязались юноиградцы в нескольких возрастных категориях. Гомельчанки собрали внушительный медальный урожай. Победительницами турнира стали Бажана Каско и Владислава Дорошко. В активе воспитанец Дюшер номер 4, 4 серебряные и 6 бронзовых наград. Поднимались на пьедесталы гимнастки из Рогачева, Екатерина Воронкова и Устинья Осенникова. Завоевали серебряные награды. В середине ноября в Гомеле будет проходить первенство Беларуси. Областной турнир это этап подготовки к республиканскому старту. Сегодня в Минске стартует республиканское первенство по мини-баскетболу среди девочек 2009-2010 годов рождения. За победу будут бороться 8 команд, в том числе и сборная Гомельской области. На первом этапе коллективы разделили на две группы. Соперники Гомельчанок по квартету Б, команды Минск-1 и Могилевская и Витебская областей. Игры в группах будут проходить вплоть до пятницы. В субботу и воскресенье плей-офф. Определена символическая сборная шестого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу место в воротах занял галкипер Гомельского ВРЗ Юрий Дегтяренко. В том числе, благодаря его удачной игре на последнем рубеже вагоностроители смогли удержать минимальное преимущество в домашней игре против Минска. МВРЗ победил 1-0. Лучшим игроком шестого тура признан Юрий Рабыко из Витена. В победном матче против Светлогорского ЦКК на его счету хит-рик и результативная передача. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.